Алло, Александр Николаевич? Я. Здрасте. Здрасте. Знаете, я хотела спросить, а будет у нас салют на 9 мая? На 9 мая? Ага. Я думаю, что должен быть. А, пока... И вот просто в Минске будет, так интересно, или в нас будет тоже? Ну, я же не готов сейчас сказать. Еще время идет подготовка, рационные вопросы. Так, не могу сказать с уверенностью. Ну, вы как считаете, это вообще уместно сейчас салюты пулять, вот 9 мая или нет? Подождите, а кто от вас особенно разговаривает? Ольга Викторовна. А? Ольга Викторовна с вами разговаривает. А кто такая Ольга Викторовна? Откуда вы? Ну, вообще я из Угомельской области, но тут человек из Столина прислал вопросы к вам. Так, я хотела... Ну, если этот человек пусть приходит ко мне, дай побеседовать, это вы уже меня берете интервью, понимаете? Почему? Это моя линия, мне это моя линия по вопросам, какие-то есть, если есть вопросы. А это уже такие вопросы, организационные вопросы, поэтому... Ну, вы же депутат, вы же депутат. Ну, и что, будьте здоровы, девчата, приходите ко мне на прием, и будем беседовать. Ну, почему вы мне такой вопрос задаете? А что не так? Будет уместно, неуместно? Ну, вы же представитель народа. Вот вы как, за такое голосуете или нет, чтобы пуляли вот такие вот салюты в этом году? В то время, когда у вас там над головой ракеты падают. У нас, слава богу, тихо и спокойно, девчата. Тихо и спокойно. Чего желаю и вам, здоровья и удачи. Будьте здоровы. Вы подождите, Александр Николаевич, здоровья желать. Алло. Александр Николаевич, не надо трубку бросать. Не, ну, Ольга Викторовна, я не знаю, откуда вы там, с Гомеля, не с Гомеля. Я ничего, я покуда вам ответить на этот вопрос. Вы, если есть у вас вопросы по жизнедеятельности, пожалуйста, задавайте. А интервью, ну, я не намерен давать по телефону интервью. Ну, по жизнедеятельности... В общем, моем уважении... Подождите, подождите, по жизнедеятельности. Ну, вот сталинчанам можно себя чувствовать спокойно, когда Беларусь вот так участвует? Конечно. Не сталинчанам, надо всей республики Беларусь чувствовать себя спокойно. Вы гарантируете, да? Вот весь вопрос, ну. Вы гарантируете нам безопасность? Гарантирует безопасность. У нас есть кому гарантировать безопасность. У нас есть президент, который... и Конституция, которая гарантирует нам безопасность. Скажите, а почему нельзя вот в Солинском районе быть против войны? Вот человек вышел с плакатом... Девчатка, вы меня берете интервью. Я еще раз говорю. Ольга, уважаемая Ольга Викторовна, вы депутат. Есть вопросы ко мне по каким-то проблемам. Обращайтесь, пожалуйста. Если у вас вы хотите прийти и взять с меня интервью, пожалуйста, придите, я вам свою точку зрения выскажу. Все, извините, пожалуйста, я не могу у меня про Майя Лидии. Да, конечно. А еще, подождите, подождите, Александр Николаевич, подождите, я вам хочу сказать, что... Ну, я ему еще перезвоню чуть-чуть попозже. Я ему скажу, что его слышит вся Беларусь. Как он боится... Вот что это за люди? Вот на что они нам надо, если они не могут взять вообще ответственность ни за что? Что приходите? Что мне в его кабинете делать? Я вот этого не могу понять вообще.